Пьет в виду листья, плачевная, к радости вечной и верной твоей пристали тебе. Свято-Успенский Журовический мужской монастырь. Более пяти веков – это место духовной силы Белоруссии и оплот православной веры. О прибытии сюда президента возвестил колокольный звон. На протяжении своей долгой истории монастырь переживал разные времена. Разрушался и строился, был в расцвете и переживал забвения, но никогда не переставал действовать. Стены храмов хранят множество преданий и чудесных историй. И сегодня поклониться святыням съезжаются с разных уголков страны и мира. Александр Лукашенко зажег свечу и принял участие в кратком молебне. История обители началась с явления маленькой чудотворной иконы Божией Матери. Многие века ее бережно хранят в главном храме монастыря. Лик Журовинской Богородицы входит в сотню самых почитаемых святынь православного мира. Причем цена она не только как чудотворное реликвие. Это еще и уникальная художественная и историко-культурная ценность. И важная икона – покровительница Беларуси. Журовинский монастырь уникален не только как православная жемчужина. Архитектурный ансамбль признан историческим памятником, переживший несколько этапов разорения. Основательно восстанавливать его взялись только четверть века назад, уже в независимой Беларуси. И сегодня здесь с новой силой звучат не только песнопения, но и сугубо мирские мелодии, строительные звуки. Святыня в процессе преображения. Обустроены святые источники, которые при советах просто закатывали в бетон. Реконструированы духовные семинария и трапезные. Восстановлен старейший братский корпус и колокольня. То, что я видел, это негоже. Надо сделать здесь, ну, слушайте, ну как копуси. Правильно лицами. Улицы, улочки, переулки, дороги. И все должно сюда сходиться, к монастырю. В идеальное состояние надо привести. Это должна быть жемчужина. И она смотреться должна как жемчужина. Я вам обещаю, что деньги мы полностью под потребность выделим. Ну, как Владыка говорит, по-хозяйски. Когда-то Жировичский монастырь стал духовным домом почетного патриаршего экзарха Беларуси и митрополита Филаретом. После десятков лет религиозных гонений, здешней семинарии, митрополит Филарет вернул ее к духовной жизни. И сам стал учителем для сотен священников. Он скончался 12 января этого года. Свой неполный век, 85 лет, Филарет посвятил служению Богу. Более двух десятков лет возглавлял Белорусскую православную церковь. Быть похороненным здесь, в Жировичах, рядом с могилой старца Митрофана. Воля самого митрополита Филарета. Сегодня могила митрополита услана белыми розами. Знак памяти и почтения президента. И любыми цветами покойного владыки. Его вклад в религиозное развитие страны переоценить невозможно. Но белорусы ценили экзарха как человека с особо чистой и светлой душой. Наверное, именно поэтому минуты памяти в честь митрополита Филарета такие искренние и молчаливые. Именно трудами первого в истории независимой Беларуси главы православной церкви было подписано соглашение, которое определило особое отношение между государством и православной церковью. Беларусь страна светская, но власть признает огромное влияние, которое оказывает церковь на формирование культурных, исторических и национальных традиций белорусского народа. 23 совместные программы в сфере образования и культуры, милосердия и патриотического воспитания. Всебелорусские молодежные акции по наведению порядка и, конечно, совместные праздники. Что у православной церкви, что у представителей власти в республике Борусь цели одни. Сохранить на нашей земле межнациональный и межконфессиональный мир. Это то, чем мы гордились. Это то, что многие считают незыблемым, само собой разумеющимся. Но это то, что результат кропотливой работы всех детей власти, всех конфессий. Евгрудно. Вот это, наверное, тоже особенность региона. Здесь всегда было очень теплое межнациональное и межконфессиональное отношение. Наверное, здесь просто регион самый западный, который очень много страдал в результате всяких войн и конфликтов. И мы, наверное, лучше всех понимаем, насколько хрупок и насколько оценен мир. Мы будем развивать наше сотрудничество в области социального служения, в области просвещения, гуманитарных направлений. И с помощью Божьей мы верим в то, что наше Отечество будет укрепляться и Господь будет благословлять всех нас. Государство – это институт, который сохраняет порядок, благоденствие в стране. Главная ценность – это наш народ и наша родная земля, ради которой мы трудимся и ради которой мы готовы жертвовать собой. К тому же православные ценности имеют статус важной части исторического достояния Беларуси и национального самосознания. Светские власти принимают живое участие в духовной жизни, строят храмы, возрождают святыни, открывают воскресные школы. Здесь расположен мужской монастырь, духовная семинария, основная духовная семинария. Надо посмотреть, что мы еще не сделали для семинаристов. Это не только основа православной церкви, но и значительный камень, фундамент белорусской государственности. Будущее священнослужителей. Они должны достойно обучаться и достойно здесь жить. Свой покой получил наш митрополит Филарет, который преданно и надежно служил Беларуси. Мудрый, духовный наставник. Здесь немало сделано, но надо закончить это. Надо, чтобы эта жемчужина была жемчужиной и получила соответствующую огранку. Место великолепное. Надо объявить конкурс на восстановление монастыря и эти храмы. Лучший проект до конца года мы должны начать реализовывать. В непростые времена, которые из-за внешнего прессинга сегодня переживает наша страна, важно найти то общее, что сможет объединить всех без исключения. Христианские ценности в этом смысле инструмент универсальный, потому что основаны на славянских традициях и культуре. А постулаты справедливости и милосердия даже во времена атеизма были нравственной основой большинства белорусов. Нам вместе с православной церковью и другими участниками межрелигиозного диалога, к сожалению, приходится спасать наши традиционные вековые устои. И порушить мы их не должны. Мы знаем, к чему это приводит. Мы знаем, что в Беларуси, где народ со времен Ефросини Полоцка и Кирилла Туровского молился в единстве избавлением от междоусобиц, поэтому мы ни в коем случае не должны этого допустить, следуя заветам этих святых. Отрадно, что наша церковь православная разделяет нашу озабоченность и готова работать на единение нашего народа. Церковь и религия вне политики, но не вне процессов, в которые оказалось втянуто наше общество. На фоне пандемии государства пытались ослабить сначала экономически, потом в ход пошли психологические приемы воздействия, массированные информационные атаки и откровенное навязывание чуждых нам идей. Православие сегодня должно стать надежным оплотом национальных убеждений. К сожалению, мы переживаем неспокойные времена. Сначала блицкрик, который не удался, затем заигрывание с народом, цветочки и прочее богохульство. К сожалению, и храмы были подключены к этому. Почти все католические попытки были, и многие поддались на это. Ну, и у нас среди православных были определенные шатания, с которыми, как я вижу на сегодняшний день, и владыка, и церковь справились. Гибридная война. Остался последний этап, я уже об этом говорил, интервенция. Вот в этом глобальном противостоянии есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования белорусской нации. Один из них – попытка сломать православие в Беларуси. Проверенным путем идут объявления автокефалия. Письма пошли в Константинополь, письма пошли к нашему патриарху, он об этом мне говорил. Да и тут мы видим уже этот разворот. Наталье Ивановне я поручил, чтобы она осуществляла между государством и между руководством страны и владыкой контакт, чтобы мы, не дай бог, скажу откровенно, по-народному не проспали этот момент. В Беларуси сегодня зарегистрировано более 20 конфессий. Своим домом нашу страну называют представители десятков национальностей. Все они мирно сосуществуют на нашей земле. Но после провала попыток физически уничтожить страну, теперь недоброжелатели пытаются вбить клин в духовное единство нации. Мы должны сделать все, чтобы главное наше достоинство – межконфессиональный мир – сохранить Беларусь. Начинают бить им по межнациональным отношениям, противопоставляя поляков белорусам, белорусов русским. Я в это даже не верю, но если вдруг вспыхнет межнациональная рознь, если вспыхнет межрелигиозная рознь, мы страну не удержим. Этого не будет, я сразу говорю. Но мы должны быть готовы ко всему. Мы не должны допустить, чтобы в нашей стране мирной, спокойной, где существуют основные главные конфессии, мирно уживаются, были порушены наши святыни и наша вера. Основа этого всего, естественно, самая крупная, самая мощная православная церковь. Устоит православная церковь в любом православном государстве? Государство будет, рухнет, будет тяжело. Сегодняшняя встреча – непривычный формат для совещания. За одним столом власти светские и церковные. Если смотреть глобально, то и чиновники, и церковники преследуют одни и те же цели – сохранение государственности, духовности и национального единства белорусов. В центре внимания и государства, и церкви – это прежде всего человек. Необходимо в основном законе нашей страны, в Конституции, как-то отметить важность духовных ориентиров и сохранение духовного наследия нашего народа. Мы касались различных тем, которые волнуют сейчас общество, чтобы понимать, как лучше дальше строить работу, чтобы она приносила результаты, послужила во благо людям нашим и Отечеству нашим. Еще одна нить, которая прочно связывает мирское и духовное. Согласно церковному уставу, каждый человек имеет право на свой выбор. Так же и в миру. У каждого народа, каждого государства есть непререкаемое право на свободный выбор, сугубо своего уникального пути. Юлия Бешанова, Ксения Худалей, Сергей Курков, Алексей Петров, телекомпания СТВ, Гродненская область.